В прошлом году китайская марка Foton фактически свернула продажи легковых моделей на российском рынке. Никаких официальных заявлений по этому поводу представительство бренда делать не стало, но факт остался фактом. Первыми иссякли запасы пикапов в Тунленд, а затем были распроданы и последние внедорожники Савана. В итоге дилерские склады опустили, новые поставки остановились, а в гамме остались только среднетоннажные грузовики. Тем удивительнее, что московский офис Фотона вдруг надумал вернуть и Тунленд. Как уверяет агентство Интерфакс со ссылкой на отчетность компании, поднебесный бренд даже готов наладить сборку своих моделей внутри России. Вот цитата. Для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство в РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Тунленд и грузовиков С100 и С120 с крупным автопроизводителем. Что это за крупный автопроизводитель в отчете умалчивается, но теоретически может оказаться Горьковский автозавод, которому Фотон поставляет кабинные модули для среднетоннажного бескапотника Валдай-Некс. В Нижнем Новгороде есть все условия, чтобы встретить китайцев. Как минимум после ухода мерседесовского спринтера у газа остались пустующие мощности, при том в самом сердце завода, основном производственном корпусе. Казалось бы, в эпоху жесточайших санкций почти невозможно говорить об экспорте российской продукции за рубеж. В этом плане особенно трудно Камазу, что вошел во множество санкционных списков, включая даже британские. Однако челнемцы не просто не унывают, а готовят грандиозный проект по выходу на рынки Латинской Америки. Так в Аргентине хотят создать площадку по выпуску грузовиков, которая также будет поставлять технику на экспорт в Бразилию, Уругвай и Парагвай. Пока российский автогигант не имеет постоянных налаженных каналов поставок своей продукции за океан. Продажи осуществляются лишь эпизодическими контрактами. Но строительство завода может радикально изменить ситуацию. Под строительство предприятия уже предложена территория. Плюс подобрана компания, которая станет партнером Камаза. Притом ужесточение западом антироссийских санкций никак не отразилось на желании аргентинской стороны реализовать проект. Более того, через Латинскую Америку можно будет обойти многие санкционные ограничения. Но это лишь наши осторожные предположения.